Заявку Украины на членство в ЕС оценят 8 ноября, Reuters. Исполнительные власти Европейского Союза намерены представить 8 ноября оценку прогресса, достигнутого Украиной в ее заявке на членство, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Reuters, по словам трех чиновников, это будет ключевым шагом в решении ЕС о том, начинать ли переговоры о вступлении с Украиной, оценка будет представлена в ежегодном отчете Европейской комиссии, базирующемся в Брюсселе, где подробно будет описано, насколько страны, желающие присоединиться к блоку из 27 стран, продвинулись в выполнении необходимых экономических, правовых и других критериев, отмечается, что во время саммита лидеров ЕС 14 и 15 декабря будет принято решение о начале официальных переговоров о членстве Украины в ЕС, являющимся одним из главных приоритетов для Украины, в то время как идет война с Россией. Ожидается, что Украина получит положительную рекомендацию, возможно, в дополнительных условиях, связанных с борьбой со взяточничеством и правами меньшинств. Последний вопрос подняла Венгрия, вступление Украины в ЕС. Напомним, Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС еще в прошлом году. Теперь государство должно выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока. По состоянию на конец июня Украина выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров, а в конце сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что государство заканчивает выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии на правительственном уровне, добавим, что президент Владимир Зеленский и украинское правительство рачитывали на положительный отчет Еврокомиссии и рекомендацию начать переговоры о вступлении уже в 2023 году. Однако по данным издания «Политика», ЕС, вероятно, до декабря этого года объявит о начале переговоров по членству Украины, больше о прогнозах того, когда могут начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС и что может этому помешать, в материале РБК «Украина». Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК «Украина» в Телеграм.